...поездку в Турцию. И мама свидетельствует за мою опыту в него в Турции. Вот, там же на границе каждый раз непонятно что, и это как лотерея. На границе виноги не знаешь, как в общем-то случая, как это лотерея. И я когда поехала туда... ...куда-то уйти дохтам. Вообще все было спокойно. Беши спокойно. Но! Убачи. Только я подъехала... ...так мы пристегнух там на митнице. И прямо за мной раз, два, три автобуса остановятся. И точно след мене спирят один, два, три автобуса. Ну, а для тех, кто не знает... Если автобусы на границе... ...то можно попрощаться со временем. Полтора часа ты там застрял, если их начнут проверять. И вот на болгарской части границы... ...я, значит, пролетаю прямо перед автобусами. И уже становлюсь на турецкой. И спиром на турецкой границе. И они снова подъезжают. И они дальше вот так вот стоят. И мы как параллельно стоим. И сонарежат, и застава мне такая параллельно один до друг. А я сижу, молюсь, мне-то ехать надо. Бачи, а спиром, и сомоля, трябва все пак да путувам. Ладно, я тоже успела пролететь до них. И успях да сопромыкну при детях. Вот только мои документы забирают. И так мы не взимы документики. И высыпается человек пятьдесят из автобуса за мной становится. И сейси под пятьдесятима души след мен, и застава там. А я такая, слава богу. Я сказан, слава на бога. И еще в первое... Ну, у меня проверили уже все документы. Проверили хамивсички де документи. Вот прям после турецкой границы, значит, я остановлюсь. И след турской границы заставом. И обычно там багаж-контроль, все такое. И в окно вену там проверял до багажа. И я поворачиваюсь вот так вот к ним. Я с собой в ручном комтях. Будете смотреть? И гипетомши проверяватели. Они такие, не, не, гуд. И тебе оказывают, не, нефичку, и гуд. И я подумала, вот это в первый раз меня не досматривали. Я с Виком за првпот не имею приглеждаха. Ну, на обратном пути. Меня проверили раз пять. Мы проверили около пет пути. Первый раз досматривали весь багаж. Первый раз приглеждаха целый багаж. Но хочу вам сказать, что мне тоже повезло. Бачисткам докажете им их космету. Потому что они только так просмотрели чуть-чуть мои вещи. Никто не доставал их вот так вот. Они не докапывались до меня. Вот просто вот так вот. Ну, им надо было проверить. А пока я ехала по Турции к границе. Было очень забавно, потому что меня много полицейских останавливали. Вещи много забавно, что-то много полицаями спираха. Они меня останавливали, а потом передумывали и такие «не, езжай». Я просто, я понимала, что это божья слава. Потому что я, значит, на иностранной машине в Турции. Где там постоянно провозят кого-то и так далее. Захотят, если захотят, докопаются. Ну, хорошо, что я беженцев не везла. Так что для меня это как действительно свидетельство с границей, потому что в первый раз вот так вот легко. Такая чрезвычайная истинная гуляма свидетельству, что-то запрех под таком образом и проверяют на границе. А еще одно свидетельство? И еще одно свидетельство. Это когда я сейчас эту неделю, две недели работаю в Бургасе. Две седмицы работаю в Бургасе. И у меня еще в Турции машина начала издавать стрёмный звук. И вы в Турции кулатами запошли до издавания каких-то странных звук. Вы представляете, я еду, значит, границей, мне еще четыре часа вот до Бургаса. Я с потомком границей, вообще четверть часа емом до Бургас. А моя машина такая... По кулатами издавания такие звуки. Да, и я, ладно, доехала до Бургаса. Из Тигнах до Бургас. Вот, а потом уже я ехала в четверг вечером. И с этого путевых вечер четвертый вечер комварно. И очень... Там так получилось, что, знаете же, там этот серпантин. Но я-то его уже более-менее знаю, поэтому я люблю так. Если что, по-бырому его прогнать. Но передо мной прям один автомобиль ехал. И я подумала, вот Господь послал автомобиль, чтобы я не превышала на серпантине. А на следующий день... Ну, я спокойно доехала, а на следующий день... И на следующий день... Я когда поехала в сервис... Куда ты утих на сервиза? Они мне такие. Те казаха. А у тебя справа тормозов на заднем колесе вообще нет. Вот ясну изобшту нямошь спирачки на... И это оказалось, что меня могло вообще на любом повороте занести. И с указачей изобшту можь... Идувижданой. Идувижданой. Идувижданой, да. До свидания. Да, да. Вот, так что мне очень повезло в этом. И за твоим огулям косметов тува. Но это еще не все. Но тува не всичку. Мне, когда машину ремонтировали, сказали, вот есть какая-то маленькая часть. Вот, если разберут машину и увидят, что она сломана... Все, типа, ты застряла с машиной, непонятно, когда мы тебе ее дадим. Заказывать ее нужно, эту деталь. А я спрашиваю, шанс какой? Я спитам шансы к кафе. 50 на 50. То я указываю 50 на 50. А я такая у себя в голове, а, ну отлично! Я с Викома, супер! Ну для Бога-то это побольше процентов будет. За Бог, хей-поп, гулям проценты. И я, значит, во все наши чаты пишу, молитесь! И пишу в усичке чатов и молитесь, и замен. Приезжаю на работу, давайте молиться! С Тиком на работу и Виком ходят все молим. И мне должны были после обеда ответить. И трябши дыме уговорят следу бят. Ну, насчет этой детали и там, что с моей машиной вообще. Какой же все случилось? А мне через два часа перезванивают. И мне все уважают след два часа. И говорят, что у меня вообще все отлично с машиной, все поменяли, она готова уже. И мне казалось, чевсичку я на рейс из кулата, тя вечер готова. Так что для Бога нету шанса 50 на 50. Так, а че за Бог няма шансовый 50 на 50. Вот, для него стопроцентная молитва, и он помогает. За него я стопроцентная молитва, и то и бумага. Вот такое у меня свидетельство. Такие у меня свидетельства, и вам. Очень важно за рулем доверяться Богу. Важно, из-за кулана досвидоверяем ли на Бог. Есть еще? Еще свидетельство? О, еще. Спасибо.